Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник Елена Блинова, руководитель Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Елена Сергеевна, приветствую вас! Здравствуйте! Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Что это за объединение? Это общественная организация? На базе какого учреждения вы существуете? Это структурное подразделение на базе Тверского колледжа транспорта и сервиса. Вы работаете с ребятами какого возраста и как давно существует Центр? Свою работу по организации Центра мы начали с 2020 года, но официальное открытие состоялось 9 июля 2021 года. Сравнительно молодые вы еще? Да, мы достаточно недавно работаем. Дети разных возрастных категорий, начиная с 5 до 17 лет. То есть вы работаете не исключительно со студентами этого колледжа, да? Вы нацелены на более широкую аудиторию? Безусловно, студенты нашего колледжа тоже принимают активное участие в обучении безопасности на дороге, но больший акцент мы делаем на школы Тверской области и города Твери непосредственно. Есть ли даже детишки, начиная с 5 лет? Хотя мы постоянно говорим, что безопасность дорожного движения, это правилом безопасности дорожного движения, нужно учить еще с детского сада. Вот вы работаете с малышами. Для каждой возрастной категории у вас своя программа, да? Свои занятия разрабатываются, конечно. Кто разрабатывает, каких методик придерживаетесь? Вы знаете, у нас работают два педагога дополнительного образования в центре. Мы сотрудничаем с Московским институтом воспитания семьи и детства. Там методисты оказывают нам ресурсную помощь, скидывают нам необходимые материалы. И придерживаясь этих всех методик, которые разработаны на федеральном уровне, мы и работаем. Для детей 5-6 лет акцент на чем? Это игра прежде всего? Ну, конечно, детки любят поиграть, но тем не менее, это все-таки беседа, убеждения, различные методы используемые. А что идет постарше? Вы используете какие-то наглядные пособия, это в основном какие-то лекции, уроки. Сколько длится урок? Обычно, если мы выезжаем в школу, урок длится не более 40 минут. Если дети помладше, то это 30 минут. Мы сокращаем время, поскольку удержать внимание мы можем только первые 20 минут у детей обычно. Ну и... 20 минут, это тоже, да, как бы тяжело. Во всяком случае, сколько педагогов выезжают и есть ли, что называется, волонтеры среди самих подростков? У нас есть волонтерское движение в колледже. Вот сейчас в летнюю оздоровительную кампанию с нами поедут студенты, совершеннолетние, помогать нам в организации массовых мероприятий. А также вот вы спрашивали про различные оборудования, которые мы используем. Центр имеет два кабинета, один из которых оборудован специальными средствами обучения. Это и стенды, это и интерактивный тренажер Гриша для оказания первой помощи, это и велотренажер Пилот-1, который тоже является симулятором. А также наш центр оборудован передвижной лабораторией безопасности. Это специальный передвижной комплекс, в котором тоже существует специальное оборудование. Благодаря этой машине мы имеем возможность выезжать в отдаленные районы Тверской области и проводить различные занятия. Два кабинета, вы сказали, непосредственно в колледже. Это значит, вы принимаете и у себя, и работаете на выезде. Когда на выезде, что с собой берете в основном? Машину берем, и в ней как раз-таки оборудование. Вот все оборудование, то есть, чтобы наглядно каждый ученик мог посмотреть, да? Ну, к примеру, это интерактивные светофоры, которые переключаются зеленый, красный, желтый, как в реальном времени. Это имитация пешеходных переходов, это макеты автобусных остановок, это детское удерживающее устройство, детское кресло с куклой, которое дает возможность отработать навыки безопасной пассажирской перевозки в автомобиле. Тоже используется автомобиль непосредственно, и мы конкретно в нашем автомобиле показываем, где правильно и как устанавливать детское кресло. Детское кресло, хотя, может быть, даже сами ваши ученики должны пользоваться этим детским креслом. Наверное, здесь лучше о безопасности возможно говорить, прежде всего, родителям. Они, кстати, бывают на ваших занятиях? К большому сожалению, это бывает достаточно редко в рамках летней оздоровительной кампании. Есть пришкольные детские оздоровительные лагеря, и там как раз-таки родители некоторые изъявляют желание прийти к нам и тоже участвуют в подобных занятиях. Вот вы перечислили довольно-таки много таких интерактивных штучек. Что прежде всего нужно детям для безопасности знать, на ваш взгляд? Вот с чего начинаются азы? Ребенок переходит дорогу, еще маленький, да? Ребенок где-то попадает в зону, что называется, массового автомобильного движения. Что внушаете детям? Прежде всего быть внимательными. Есть три правила – стой, смотри и слушай. И как раз-таки на дороге эти три правила могут очень хорошо помочь нашим деткам избежать опасности на дороге. Если сейчас, допустим, слушают нашу программу, немножечко поучим детей, как правильно вести себя, допустим, в большом городе, если не поехал ни в деревню, ни на дачу, ни в лагерь. Прежде всего хочется обратить внимание на гаджеты, которые используют все дети. Это переход дороги. Ну, про неположенное место мы говорить не будем. Как раз-таки гаджеты, они смотрят в телефон, слушают в наушниках музыку, и это очень сильно отвлекает их внимание. Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые пешеходами являются, случаются чаще всего из-за этого. Помимо этого, очень такая наболевшая проблема – это средства индивидуальной мобильности. О, это беда, да. Это наши любимые самокаты, где по двое, по трое дети катаются, пересекая проезжую часть, не спешись, и практически тоже создают аварийные ситуации не только на дороге, но также на различных участках проезжей части. То есть, как пользоваться этими электросамокатами? Вы также объясняете, что называется, держите руку на пульсе, что сейчас нового происходит на дорогах, и объясняете, как обезопасить свою жизнь? Конечно, мы объясняем эти правила, но, к большому сожалению, как мы видим на практике, эти правила не учитываются ни родителями, ни детьми. Возможно, родители говорят об этом со своими любимыми детьми, но на практике все равно им интереснее, скажем так, почувствовать экстрим и не обратить внимания. Напоминаю, что сегодня мой собеседник Елена Блинова, руководитель Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Елена Сергеевна, Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма, он единственный на нашей Тверской земле? Да, в каждом субъекте Российской Федерации созданы подобные центры, и в Тверской области мы являемся единственным центром. Кто, что называется, родоначальник, кто основал такую идею создать вот такую структуру? В связи с ростом детского травматизма в правительстве Российской Федерации было принято решение о создании центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, и мы не исключение стали участниками федерального проекта «Лаборатория безопасности». То есть Министерство транспорта у нас стоит во главе угла? Конечно. Скажите, летом какие основные, что называется, предостережения детям вы даете? Это оздоровительные лагеря, это кто-то поедет в деревню на дачу, будут большее время находиться без присмотра взрослых. Что здесь важно соблюдать и родителям, и самим детишкам? Ну, еще раз правило дорожного движения, которое необходимо соблюдать неукоснительно как детям, так и взрослым. Вы сами с самого начала в центре работаете и ведете занятия со школьниками? Так как я являюсь руководителем, я занятия не провожу, я координирую деятельность центра, то есть педагогов. Естественно, с самого начала мы начали эту работу под моим руководством. Какие школы, детские учреждения ждут вас на Верхневожской земле? Как вы работаете? Вы предлагаете, что называется, свои услуги или уже звонят вам, уже знают вас? Ну, в первый год нашей работы мы направляли информационные письма с приглашением к нам в центр и то, что мы можем выехать. И как-то с каждым годом эта работа переходит уже в такую добровольную ситуацию, когда школы уже сами начинают звонить нам, начиная с марта, и спрашивают, возможно ли, что вы к нам приедете. Ну, а мы все делаем через официальное письмо, нам присылают заявки, и в соответствии с этими заявками мы составляем график, его утверждаем, и начинаем свою работу в соответствии с графиком. Летние оздоровительные лагеря, если можно несколько поподробнее, вы посещаете, непосредственно приезжаете в места летнего отдыха детей, да? Да, это так, но, к большому сожалению, мы работаем только июнь, так как мы являемся педагогическими работниками июль, и август у нас отпуск. А, у вас отпуск. Вот эти два месяца, как бы, никто вас не заменяет? Никто нас не заменяет, кроме наших доблестных сотрудников ГИБДД. Вот, кстати, побольше хотелось бы услышать о сотрудничестве с ГИБДД. График обучения, программу обучения. Вы согласуете с госавтоинспекцией? С кем работаете? Они как-то поправляют вас? Куда идти, в каком направлении? С первого дня создания центра, конечно, мы начали свое сотрудничество с управлением ГИБДД по Тверской области. Сотрудники нам помогают, нас направляют, приглашают на совместные мероприятия, приходят к нам в центр, также проводят занятия с детьми на базе нашего центра, дают нам рекомендации, делятся своими какими-то секретиками проведения занятий. Ну и, конечно же, мы участвуем в профилактических городских мероприятиях, одно из которых пройдет уже завтра в честь Дня защиты детей на площадке городского сада. День защиты детей. Мы вот не случайно сегодня встречаемся с вами, потому что, к сожалению, случаи травмирования детей и подростков на Тверских дорогах, они нередки. Есть ли у вас информация такая, вот вы располагаете, на какие виды травматизма особое внимание? Конечно, к большому сожалению, это в основном пешеходы, также пассажиры, когда детское удерживающее средство не используется родителями, и перевозка детей осуществляется небезопасно. И также это дети-пассажиры, но это достаточно так редко бывает. Да, дети-пассажиры уже повзросли, которые без детского удерживающего устройства, да? Да. А также, вы знаете, к большому сожалению, сейчас очень модно стало мотоциклы покупать, скутеры, и зачастую родители неосознанно покупают скутер ребенку, который не обладает навыками вождения в достаточном объеме и не знает правил дорожных движений. И наши дети попадают в ДТП чаще всего еще и по этой причине. Это да, мы, к сожалению, в наших программах об этом говорим и с сотрудниками госавтоинспекции, когда вроде бы такой подарок вот дитятка получает 14-13 лет, хотя еще не имеет права на управление таким транспортным средством, и думая, что на сельских дорогах ничего с ним не случится. А вот бывает как раз и наоборот. Если мы говорим, еще раз обращаясь к родителям сегодня, давайте мы дадим от вас вот какой-либо такой совет, как уберечь своего ребенка летом. Уважаемые родители, прошу вас убедительно проводите беседы со своими детьми. Интересуйтесь, чем они все-таки занимаются в свободное для них время, пока вы находитесь на работе. Проводите беседы про средства индивидуальной мобильности. Не покупайте раньше положенного времени различные технические средства. Пройдите спокойное обучение, получите удостоверение водителя, и пусть ваш ребенок безопасно, зная правила, будет ответственным участником дорожного движения. Дети, кстати, на ваших занятиях, вот вы говорите, что вот как-то первые 20 минут, они как-то еще интересуются, но это вполне естественно. А потом интересы теряются. Все-таки что больше воспринимается вот ими? Есть какие-то игры интерактивные, возможно, какие-то викторины, где вот они непосредственно задействованы и угадывают то или иное, как правильно? Ну вот для детей постарше у нас есть такая интерактивная игра, как викторина «Донетка». То есть на экране, на мультимедийной презентации мы зачитываем им вопросы, они рассуждают, чаще мы собираем их по группам, две команды, допустим, детей, и они соревнуются друг с другом в знании правил дорожного движения. Вопросы, конечно, ориентированы на возрастную категорию, на их особенности. И дети начинают очень активно, кто быстрее отгадывать, кто-то отгадывает, кто-то знает. Начинают проговаривать все эти ответы. Педагог корректирует эту работу. Естественно, если дети неправильно ответили, он разъясняет правильный ответ. Тем самым мы не только привлекаем внимание к этим правилам, но еще и повторяем, проговариваем несколько раз. Это очень важно, да, проговорить. Вот, кстати, дети приходят к вам на занятия, уже, вот как в школу, да, уже умеют читать, писать. Уже знают элементарные основы правил дорожного движения? Или некоторые это чистый лист? Когда как. Вы знаете, если класс, допустим, 30 человек, из 30 человек 5 могут вообще не знать этих правил. Или не считать нужным их запоминать. В большинстве, конечно, дети приходят более-менее подготовленные, поскольку классные руководители в школах проводят профилактическую работу, и классные часы, и повторяют правила дорожного движения, и разрабатывают маршрут безопасного пути дом-школа-дом. О чем мы говорим уже много лет. Да, да. Но, к большому сожалению, не знаю, от чего это зависит, не во всех школах эта работа налажена так, чтобы дети были действительно подготовленными. Либо это зависит от детей, либо от каких-то других факторов. Но здесь еще и немаловажна роль самих родителей, потому что если в доме, в школе повторяют, в доме об этом, в семье об этом молчат, а если ребенок переходит дорогу с родителями, и те при этом нарушают правила, то у него то, что учили в школе, ведь не откладывается. Здесь важен пример родителей. Конечно. Очень часто замечаю, когда вот иду на работу, замечаю, как родители спешат на работу, на свою, и бегут. Еще даже зеленый не загорелся, они уже бегут через дорогу, которая имеет две полосы. И ребенок упирается, кричит, «Мама, мама, нельзя, давай останемся, я опаздываю, побежали». И, конечно, ребенок будет слушать своего родителя, прежде всего, а не нас, педагогов, которые пришли в гости, незнакомые им люди. И вы знаете, что я заметила? Конечно, привлечь внимание детей достаточно сложно, но на сотрудников ГИБДД, которые приходят в форме, они реагируют как-то более эффективно. Больше интереса. Конечно, потому что, ну, во-первых, детки как устроены? Если пришел человек в форме, значит, будет ругать или что-то еще. И они, конечно, сосредотачиваются на том, что он скажет. А если приходят... Педагоги достаточно у меня молодые, они общаются с детьми очень, так знаете, создавая хороший психологический микроклимат, дети расслабляются и видят, что с ними по-хорошему, по-доброму, но в то же время это какая-то такая серьезная ситуация, да, создается на занятии. Естественно, их немножечко это дезориентирует. Хотя тоже нельзя к детям подходить с полным серьезным лицом, нужно тоже уметь лавировать. Некоторые группы детей привыкли, что с ними строгости разговаривают, да, но это специфика работы школы и классного руководителя и педагогов, а некоторые, ну, привыкли, что с ними достаточно так лояльно общаются, и приходится, конечно, ориентироваться в этих ситуациях. Вы сказали про викторину Донетко, да? Мне сразу почему-то такой вопрос, что можно вот на этих ваших уроках потихонечку, потихонечку готовиться к теории по сдаче будущего экзамена на правовождение. Если это все постепенно изучать, да, уже основа будет заложена в фундамент. Конечно, все занятия, которые мы проводим, они как будто бы дополняют следующее и дают какой-то маленький такой толчок к изучению нового-нового материала, потому что достаточно много билетов, если мы говорим с вами о водителях. В нашем колледже тоже готовят водителей транспортных средств, и наш центр осуществляет подготовку, какую-то помощь. Наши студенты могут прийти, сесть за ноутбуки, и на сайте «Реши билеты ГИБДД» можно, извините, все это прорешать, тренироваться. Педагоги могут подсказать, где неправильно разъяснить ошибки. И также у нас квалифицированный педагог работает, который обучает как раз-таки теории ПДД, правила дорожного движения, изучаются. Все у нас, в общем, мы подкрепляем друг друга. Чего сейчас, конечно, я понимаю, что центр молодой, но вы уже, наверное, поняли, чего сейчас вам для более эффективной работы не хватает больше всего? Возможно, какой-то активности тверских школ, тверских педагогов, возможно, участие родителей, чтобы тоже было неплохо. Вы знаете, не хватает понимания. Понимания того, что мы делаем общее дело. И что это надо не центру профилактики, и не педагогам, которые пришли просто, извините, провести свои уроки. Нам это нужно для того, чтобы обеспечить единую систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Если мы совместными усилиями будем со всех сторон говорить об одном и том же, действовать одинаково, и обязательно разговаривать очень много с нашими детьми, у нас все получится. Вообще очень странно, что вы говорите про понимание, сколько лет мы уже твердим о том, что сколько людей гибнет в дорожно-транспортных происшествиях. И, к сожалению, очень часто страдают дети, и именно по вине взрослых. И здесь взрослые предлагают свои услуги, чтобы уменьшить это, да? Да. К большому сожалению, это так. Здесь желание тверских школ видеть вас гостями у себя, оно существует, оно увеличивается? Благодаря нашим плодотворным усилиям и совместному сотрудничеству с различными министерствами, с управлением ГИБДД, мы отрабатываем различные алгоритмы взаимодействия, да, в этом году мы сдвинулись в положительную сторону. С какими-то еще общественными организациями приходится соприкасаться вам в своей работе? Ну, вы знаете, есть экспертный центр Московские движения безопасности, вот как раз-таки они и дооснастили наш центр лаборатории безопасности. Мы тоже можем туда обратиться за помощью, за какими-то рекомендациями, за объяснением, разъяснением и так далее. То есть они нас не бросают, мы, так как являемся, повторюсь, участником федерального проекта, мы их подопечные, и они о нас тоже иногда заботятся. А вы знаете, как обстоят дела, как идет работа в других регионах? Делитесь опытом каким-то? Конечно, вы знаете, очень приятным для меня открытием было то, что меня пригласили в общий всероссийский чат лаборатории безопасности, где, опять-таки, с нами связывается, со всеми нами, связывается методист этого, как раз-таки, ресурсного центра федерального лаборатории безопасности. И все коллеги делятся впечатлениями, мы скидываем туда фотографии, мы обмениваемся документами, мы советуемся друг с другом. То есть мы как будто бы большая, огромная семья. Программа подходит к концу. Хотелось бы от вас услышать общий совет участникам дорожного движения, прежде всего, наверное, родителям и детям. Уважаемые родители и дети, ваша безопасность в ваших руках. И только от вас зависит, какое будущее вас ждет. Прошу выполнять правила дорожного движения и уважать других участников дорожного движения. Еще раз детям, когда переходим дорогу, действия какие? Стой, смотри, слушай, убери гаджеты, сними капюшон, внимательно посмотри ситуацию. На дороге. Зрительный контакт наладь с водителем, который ты убедись, что машина тебя пропускает. Конечно, нужно всегда убедиться, даже если вы идете на зеленый свет светофор. И обязательно переходите по пешеходному переходу, да? Да. Вроде бы как приучили к этому, да? И еще раз скутеры, не скутеры, еще раз средства индивидуальной мобильности, да? По двое, по трое нельзя. Нельзя. Как переезжаем, переходим, вернее, проезжую часть перекрестка. Обязательно нужно спешиться. Спешиться, только так, потому что на моих глазах постоянно, причем на скорости, проезжают и все. Сколько ни говорили. Ну, надеюсь, что поймут. Спасибо вам огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Елена Блинова, руководитель Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Спасибо, всего доброго. Соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо, всего доброго.